Сотрудники отделения социального фонда Погорочаева Черкесской Республики оказывают помощь в оформлении выплат участникам СВО. За одним столом собралось большое количество верующих. Накануне в Черкесске состоялся первый общегородской праздничный ифтар. Конкурс имени Клинки. Педагоги детских школ искусств приняли участие в 6-м республиканском конкурсе исполнительного мастерства. Повысить интерес к родному языку и его многообразию богатству в столице республики прошел фестиваль черкесской культуры. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева Черкесия». С вами Мурат Цинкюзов. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов накануне в Москве встретился с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Обсудили итоги минувшего года по социально-экономическому развитию региона. Рашид Тимрезов отметил, что по ключевым показателям социально-экономического развития отмечается рост. Александр Новак подчеркнул, что рост обусловлен в том числе реализацией прорывных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, промышленности, туризма и транспорта. Увеличению притока туристов в Карачаево-Черкесию будет способствовать строительство вблизи курорта «Архыз» аэропорта, который должен заработать уже в 2028 году. Сотрудники отделения социального фонда по Карачаево-Черкесской республике оказывают помощь в оформлении выплат участникам СВО. Напомним, участники СВО, а также их семьи, имеют право на ряд выплат по линии социального фонда России. Особое внимание уделяют семьям бойцов. Они имеют право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, в том числе по мобилизации. Если в семье планируется пополнение, беременной жене военнослужащего, призванного на срочную службу, полагается единовременное пособие. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии социального фонда 8 800 200 02 61. Накануне состоялся первый в этом году общегородской праздничный Ифтар, организованной администрацией республиканской столицы. Коллективный обряд разговения, как и в предыдущие годы, собрал за одним столом большое количество верующих, не только из республиканской столицы, но и гостей города. Верующие, прежде чем приступить к трапезе, совершили коллективный намаз, который возглавил имам Черкеска Казим Хаджик Атчиев. Лидер мусульманского умма Черкеска поблагодарил руководство города за внимательное отношение к верующим. Также имам отметил важное совершение благих дел в священный месяц Рамазан. «Иншаллах, это, во-первых, будет во благо городу, и это сближает людей, это сближает людей друг с другом и с администрацией тоже. Когда вот администрация даёт знать, что он не чужой для своих граждан. Это очень приятно, ал-хамдул-лях. Кто даёт постершемуся еду, тому Аллах даёт такое благодеяние, как будто он сам держал кост и не в ушерб самому постершемуся. То есть человек, который угощал постершегося, ему Аллах даёт такой савап, вознаграждение, как будто он сам держал урозу». Педагогическому колледжу в республике скоро исполнится 110 лет. Юбилейную дату коллектив и учащиеся образовательного учреждения ждут с нетерпением и уже начали подготовку к ней. И подарки уже дарят заранее. Депутаты парламента Карачаева-Черкесии удовлетворили просьбу руководства училища о благоустройстве двора образовательного учреждения. На осмотре итогов работы побывала Мадина Каракетова. Сейчас этот двор не узнать, рассказывает в съёмочной группе директор Черкесского педагогического колледжа Николай Рыжов. А что было, детей сюда старались не пускать. Все значимые для нашего образовательного учреждения мероприятия проводились в городском парке. Такое состояние было, когда вызывало даже опасность для жизни и здоровья наших студентов. Покрытие уже пришло не в годность асфальтовое, я имею в виду. Были выбоины. То есть сама территория практически непригодна для проведения массовых мероприятий. Черкесский педагогический колледж в былые времена училища – самое старое образовательное учреждение в республике с вековой историей. Здание, которое он занимает, также почтенного возраста – 1936 года. Здесь начинали свой профессиональный путь большинство самых именитых и уважаемых педагогов республики. Выпускники педагогического училища проявили свои лучшие качества и в годы Великой Отечественной войны. Колледж и назван в честь своего выпускника, героя Советского Союза Умара Хабекова. Сегодня при взгляде на это здание невольно возникают мысли, что оно знало и лучшие времена. И вот обращение с просьбой помочь с ремонтом двояровой территории колледжа в республиканский парламент была рассмотрена и поддержана. Последние, я думаю, как минимум 40-50 лет благоустройство на данной территории не проводилось. С моим коллегой Алексеем Васильевичем мы пообещали помочь колледжу в этом проблематичном вопросе. И благодаря мэрии города Черкеска и лично Алексею Олеговичу Баскаеву и заместителю Артуру Владимировичу Озову нашли возможность изыскать тысячу квадратов плитки. И кроме этого мы помогли финансово для укладки этой плитки на данной территории. Нам очень приятно, что данный вопрос за столь короткий период, то есть в течение года, решился. В настоящее время в системе образования, конечно, оказывается, уделяется достаточное внимание, но в плане ремонта школ, детских садов, значит, а вот среднеспециальное учебное заведение немножечко выпадали с этой обоймы. Я думаю, что после послания нашего президента еще дополнительно будет уделяться внимание и не только школам, и всем образовательным организациям, но и колледжам. Директор колледжа Николай Рыжов рассказывает, что каждый понедельник на этой площадке торжественно поднимают флаг России и проводят линейки. А с потеплением этот двор станет свидетелем множества студенческих мероприятий. С гордостью демонстрирует гостям директор колледжа и зону отдыха, появившуюся во дворе с его благоустройством. Здесь фонтан, цветник, беседка и даже свой мини-фруктовый сад. Все это было бы невозможно реализовать без личного участия депутатов парламента Василия Полякова и Алексея Ганшина, говорит директор колледжа Николай Рыжов. Черкесский педагогический колледж был и остается самой востребованной кузницей учителей начальной школы и воспитателей детских садов. На сегодняшний день здесь проходит обучение в очной и заочной форме 519 студентов. Колледж готовится к внушительной дате, к 110-летию со дня образования. И педагогический коллектив и студенты надеются, что ко дню рождения колледж получит не менее желанный и долгожданный подарок – капитальный ремонт здания. Региональный этап конкурса по профессиональному мастерству ежегодно собирает десятки студентов нашей республики. На базе колледжа индустрии питания, туризма и сервиса прошел второй день испытаний в поварском деле. Конкурсанты проявили настоящее мастерство, удивили, порадовали и накормили экспертов. Подробности расскажет Дарья Тендит. В кулинарном поединке скрестили ножи и разделочные доски пять студентов-конкурсантов. В течение четырех часов участники, согласно конкурсному заданию, готовили три модуля блюд. Это соус майонез, амюзбуш, равиоли с начинкой и десерт черный лес. У каждого из них свои секреты приготовления блюд, но объединяет их любовь к поварскому делу. Я с детства люблю готовить. Готовка мне приносит огромное удовольствие. Думаю, что я смогу. Рассчитываю на свои силы. У меня бабушка тоже была поваром. Мне изначально понравилось то, что я готовлюсь с ней. И решила по стопам пойти. Я хотела узнать для себя что-нибудь новое, открыть. Узнать, как это, каково быть инкурсантом. За процессом приготовления блюд, соблюдением санитарных норм, а также временем выполнения и подачи следят опытные эксперты, которые не один год посвятили поварскому делу. Каждый участник, они все справятся со своим заданием. Почему? Потому что сегодня они все проявляют все свои умения и навыки. Все стараются, все справляются со своим заданием. За второй день нашего конкурса никаких нарушений не выявлено. Дети настроены серьезно. Каждый хочет победить, что не может не радовать. Путь к сердцу экспертов лежит через желудок. Как высоким баллом, через мастерство участников. Членам жюри предстояло оценить подачу, измерить температуру и вес порции. А также соответствие по трем пунктам. Равиолис начинка, гарнир и соус. После необходимой процедуры эксперты приступили к дегустации горячего блюда. Оценивали оригинальность рецептуры и вкусовые качества. Я могу твердо сказать, что участники справились с заданием. Что хочу сказать, действительно, реально, да, вкусно получилось. Спасибо детям. Конечно, с большим волнением они все это делали, но все-таки они справились с поставленной задачей. Дарья Тиндит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Ислам Крымшамхалов. Поэт, художник, энтузиаст народного просвещения. Его стараниями во многих горных аулах были открыты начальные училища. Многие годы он посвятил составлению карачаево-балкарской азбуки на основе латиницы. Вел он и активно общественную деятельность. А в 1892 году в Тиберде организовал оздоровительный поселок. И сам перебирается оттуда, не испугавшись отсутствия инфраструктуры. Редкие картины и уникальные документы собраны в картинной галерее на выставке, приуроченной 160-летию Ислама Пашаевича Крымшамхалова. Об этом удивительном человеке, сыгравшем огромную роль в истории своего этноса, в репортаже Алла Динаевой. Писатель, просветитель, художник, прославивший карачаево-балкарский народ в веках. Ислам Крымшамхалов сделал невероятно много для развития экономики, литературной мысли и культуры Кавказа. Не хватит слов, букв, чтобы описать, дать оценку всей деятельности Ислама Пашаевича Крымшамхалова. Тем более не хватит никакого иллюстративного материала, чтобы это показать. Но мы же со своей стороны попытались показать частичку, частичку его жизни, частичку его работы. Автор книги «Исламбей» Рашид Хатуев вместе с коллегами много лет собирал все, что связано с именем Ислама Пашаевича. И они создали триаду. Это «Крымшамхаловские чтения», медали «Исламбея Крымшамхалова», которая присуждается по пяти номинациям. Искусство, литература, наука, экономика, общественная деятельность. То есть тем сферам, где проявил себя Крымшамхалов. И третий – это спортивный турнир. «Призвать к одному, чтобы мы, если будет такая возможность, смогли восстановить или постараться восстановить тот дух, творческий дух, дух гражданственности, те нравственные основы взаимоотношений между людьми разных народов, разных вер, разных взглядов. Вот к этому я хотел призвать наше поколение, которое во многом за прошедший век с лишним после его ухода потеряло эти наши ценности». Начиная от театра и заканчивая геологией, этнографией, самыми сложными науками, Ислам Крымшамхалов проявил себя буквально во всем, к чему у него был интерес. А любая вещь, которая касалась его народа, для него была интересна, нужна, необходима, говорили выступающие. «Он никогда не отказывался от того, что он карачавец, от того, что он мусульманин, от того, что он горец. Вот это самое главное, мне кажется, в его судьбе, в его творчестве, в его жизненном кредо, что он всегда оставался и думал, и работал ради своего народа». Этюды пейзажей за окном, холсты на картоне, портрет мужчины, речной камень и не только. На экспозиции представлены работы Ислама Крымшамхалова, написанные на холсте маслом. Это оригиналы, здесь же репродукции его работ. Фотографической части экспозиции можно посмотреть дореволюционные снимки семьи, родственников, друзей. Представлены и уникальные архивные документы, и его обращение к руководству Кубанской области по проблемам землепользования карачавцев. Большевики уничтожили и запретили все, что было связано с аристократами. Попали в опалу и произведение Крымшамхалова «Выходцы из влиятельного княжеского рода». За советскую эпоху его произведения опубликовали лишь один раз. Именно «Благородная родословная» сыграла с ним злую шутку, сделав практически невидимым для советских издательств. Поэтому произведения Крымшамхалова десятилетиями оставались без внимания читателя и вышли в широкую печать спустя долгие годы. Большинство было утеряно, в том числе и картина. Но то, что сохранилось, впечатляет. И это обязательно надо увидеть и прочитать. Алладинаева, Али Бастанов, Вести Карачева, Черкесия. Посетить выставку можно будет до 11 апреля. В Черкесске прошел фестиваль черкесской культуры, приуроченный к отню черкесского языка и письменности. Он был организован общественным движением АДГ Хаса «Черкесский парламент». Его цель – повысить, прежде всего, у молодежи интерес к родному языку, его многообразию и богатству, к изучению и сохранению родной культуры. На сцене Республиканской филармонии выступили учащиеся общеобразовательных школ, колледжи, которые изучают черкесский язык. Помимо большой концертной программы в рамках фестиваля также прошла выставка декоративно-прикладного искусства, подготовленная студентами колледжа культуры и искусств, и мастер-классы по золотому шитью и плетению циновки из листьев. Я считаю, что это очень важно, потому что наши дети вырастут с этим, одевая национальную форму, нашу черкесскую, будут петь на родном языке. Стихотворения, которые они выучат, естественно, будут помнить всю жизнь, я надеюсь, будут передавать своим будущим поколениям. Поэтому это очень важно. Аппарату уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесии исполнилось 20 лет. В течение последних десяти его руководителем является Зарема Умалатова. О специфике работы уполномоченного в нашем регионе и некоторых результатах деятельности Зарема Назировна рассказала нашему корреспонденту Артуру Мхце. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok